Человек на полюсе. Медиков интересует, как реагирует организм на нагрузки в крайних, экстремальных условиях. Исследуется частота дыхания, обмен веществ, давление крови, психологическое состояние. И хотя окончательных выводов еще нет, первое обследование показало, практически здоровы. С чувством юмора тоже все в порядке. Переходя от врача к врачу, подшучивают друг над другом. Наука требует жертв. У экспедиции была обширная исследовательская программа. И сейчас составляются отчеты о сделанном. Кроме биологических экспериментов, это наблюдение за дрейфом льдов, за состоянием снежного покрова, метеоусловиями Арктики. Когда эта работа будет закончена, члены экспедиции вместе с семьями уедут в отпуск. Анатолий Мильников собрался порыбачить на тихой реке Мокши, походить по грибы, по ягоды. Планы Юрия Хмелевского даже на время отпуска связаны с его научной работой, которая называется так – математический анализ экономических моделей. А с командиром экспедиции Дмитрием Шпаро и его женой Татьяной мы приехали в Звенигород. Тут отдыхает в пионерском лагере их старший сын Никита. Любимый вид спорта двух старших мужчин в семье – футбол. И, конечно, в лагере состоялся короткий матч. А потом пошли гулять к реке. И разговор опять зашел об Арктике. Экспедиция существует уже 10 лет. Позади переходы на лыжах по северной земле, через пролив Лонга, поход на СП-23 и, наконец, Северный полюс. Ну, а что дальше? Если говорить о наших планах последующих путешествий, то это продолжение поисков историко-географических, прежде всего поисков экспедиции Русанова. Довольно много приходит писем, и нас спрашивают, что вот вы теперь пошли на Северный полюс, а как же вот ту работу, которую вы не доделали. Нашли ли вы судно Русанова Геркулес? Будете ли еще искать? Будем обязательно. И собираемся этим заняться уже в следующее лето.